Здравствуйте, с вами Татьяна Шахбандер, психолог, арт-терапевт и коуч здоровья. Сегодня я хочу поговорить именно о здоровье. Отцу современной медицины Гиппократу приписывают такие слова «Пусть ваша пища будет вашим лекарством, иначе лекарства станут вашей пищей». Я не знаю, насколько действительно эти слова принадлежат Гиппократу, или говорил он именно так, или как-то по-другому. И, конечно же, я учитываю тот факт, что раньше это и лекарства были совершенно другие, это были больше естественные, натуральные, растительные какие-то, наверное, препараты. На сегодняшний день уже и это не соответствует истине, сейчас это уже все химические заменители этих веществ натуральных. Но, тем не менее, в этой фразе все равно есть глубокий смысл, и я, отталкиваясь от нее, хочу сегодня поговорить с вами о пище и о лекарствах. Итак, давайте начнем с пищи. Итак, пища, она и созвучна со словом «питать». То есть пища, в принципе, создана для того, чтобы питать наш организм, а именно для того, чтобы он строил из нее свои клетки, клетки органов, костей, крови и так далее. То есть, по сути, мы из пищи, ну, по всякому случаю, по такому общественному, общепринятому мнению, строим свой организм. Вот, но из силы пищи мы можем ее строить. И вот я хочу разделить пищу и еду. Пища – это то, что нас действительно питает, а еда – это то, что мы едим, но не является питательными, ну, не содержит в себе питательных веществ. Вот, и пища, в принципе, я не так давно поменяла свое мнение, потому что существует такой какой-то стереотип, что еда – это что? Это хлеб, макароны, котлеты, каши. Вот это вот наша еда. Да, это то, что нам нужно кушать обязательно. А вот фрукты, зелень, овощи – ну, это все такое, как украшение стола. Ну, и больше такое, фрукты, как десерты, которые еще и уступают по своим интенсивным качествам сладким десертам и с сахаром. Вот. И у нас, вот, у всех, и у меня до недавнего времени было вот именно такое представление о еде. Но вот несколько лет назад, когда я очень сильно и глубоко начала изучать здоровое питание, в принципе, здоровье, нашу физиологию, я просто открыла свои глаза на тот факт, что пища – это живая растительная пища, потому что мы – живой организм, и наши клетки живые, нам нужна живая пища. Вот. И поэтому именно когда мы едим живую растительную пищу – это фрукты, овощи, зелень, пророщенные зерна или орехи – тогда наш организм получает именно строительный материал. А когда же мы едим обычную еду, переработанную термически, а сейчас это и химически, и вообще что угодно вытворяют этой едой, то это уже никак не питает наш организм на физическом уровне. Но для чего же мы тогда едим? Потому что эта еда является эмоциональным и социальным таким характером, то есть мы, когда растём, давайте так разбираться, что, в принципе, получаем любовь через еду, но это такой главный язык, инструмент, что ли, которым мы делимся любовью друг с другом. Это не только в нашей славянской культуре, это и в других культурах тоже очень сильно проявлено делиться любовью именно через еду. И поэтому, когда мы едим, мы неосознанно возвращаемся эмоционально в какие-то приятные состояния, приятные воспоминания, какие-то моменты нашей жизни. И, конечно же, наше эмоциональное тело тоже надо питать, потому что это тоже наша радость. Радость – это и есть то топливо, благодаря которому мы живём. Но желательно всё-таки осознанно к этому подходить. И если это уже начинается перебор, перегив, когда только еда становится источником радости, тогда уже, конечно, стоит задуматься о том, что ещё может приносить радость. Потому что уже начинается пищевая зависимость. И это тоже такая же зависимость, как и любая другая, просто социально приемлемая и не такая сильно заметная, потому что никто тебя сильно не осудит, если ты будешь кушать. А вот если будешь пить алкоголь или наркотики принимать, уже будет общество осуждать. И вот когда у нас появляется пищевая зависимость, это значит, что мы разучились получать радость из других источников. А что может питать наше эмоциональное тело? Ну, всё, что нам приносит удовольствие. Это какие-то телесные ощущения, это красота, это общение с людьми, это ласки. Ну, то есть, снова миллион раз уже ссылалась, ещё раз пошлюсь на книгу Майка Дау «Биохимия счастья». В нём расписано очень много и продуктов, и действий, которые помогают повышать уровень серотонина и допамина. Это гормоны, которые отвечают за наше состояние радости. И вот если у нас еда – единственная радость, которая у нас осталась в жизни, это значит, что надо срочно подумать, как мы можем по-другому питать своё эмоциональное тело, как можем по-другому себя радовать. И, конечно же, еда имеет социальный характер очень сильно. Это общение за столом, это выставляние поляны, это встреча в кафе. То есть, еда уже стала таким социальным очень сильно фактором. Поэтому без этого тоже никак. И я простая смертная женщина. Я тоже ем нездоровую пищу, иначе бы я уже светилась и парила над землёй. Но пока я не парю, значит, стою твёрдо у нашей прекрасной матушки-земли. Мне тоже свойственно едой себя радовать и неполезной в том числе. Просто всё дело в осознанности. Я теперь, во всяком случае, не занимаюсь самообманами, не говорю, что я ем и тут получаю какие-то мне нужные вещества. Я просто понимаю, что это ем просто, чтобы себя порадовать. Ну и стараюсь, конечно, разобраться с теми эмоциональными мотивами, которые к этому приводят. Хотя на это уходит много времени и часов терапии. Итак, еда. Хочу подрезюмировать. Это делится на пищу и еду. Пища – это то, что питает наш организм, благодаря чему он регенерирует, обновляется, строит новые клетки. И есть еда, которая питает наше эмоциональное тело и социальным характером обладает. И это тоже, конечно, нам свойственно. Нужно понимать, что это не питает наш организм. И чем больше в нашем рационе будет именно такой нездоровой еды, тем больше нам потом потребуется лекарств, как говорил Гиппократ. И теперь поговорим о лекарствах. На самом деле, одним из главных лекарств, которым Гиппократ лечил, не только он, но и Авицен и другие врачи древности, было голодание. Голодание, разгрузочные такие дни, потому что любая еда, даже полезная и растительная, она все равно нагружает организм, она все равно требует того, чтобы это работа по расщеплению и выведению там всего. И поэтому, когда мы совсем перестаем кушать, в организме запускается очень мощный процесс очищения, исцеления, регенерации молодости. Я вот говорю и сама подумала о том, что клетки мы строим, это тоже регенерация. Но вот благодаря голоду, разгрузкам таким, происходит мощное очищение. И, конечно, в моменты голода, разгрузок, можно чувствовать слабость, потому что выходят токсины, они попадают в кровь перед тем, как выведется совсем из организма. Но зато после этого ты чувствуешь себя как новая копеечка, обновленным, много энергии появляется, организм начинает много тепла вырабатывать. И я, конечно, больше трех дней никогда не делала себе разгрузки такие, ну так совсем, чтобы без еды, только на воде. Но я знаю людей много, которые голодают по 20, по 30 дней. Ну, обычно где-то в районе 20 такое лечебное голодание. Но я вас призываю быть осознанными и сознательными. И эти голодания можно делать только, если вы серьезно изучили эту тему, есть литература, поэтому надо изучать это. И серьезные длительные голодания возможны только с сопровождением каких-то очистительных процедур специальных. Поэтому я вам не рекомендую без подготовки это делать, но три дня до трех дней можно, в принципе, просто вот так спокойненько себе не покушать. Вот. Но раз я уже затронула, я немножечко углублюсь. Если мы не кушаем, то потом очень важно, не то, что мы день не покушали, а на второй день мы начинаем с бутерброда, там с маслом, сыром, мясом и еще чем-то так нельзя делать. Наш организм очищался, ему нужно мягко войти в процесс кушания. Поэтому если мы не ели, например, день, то один день нужно посвятить выходу. То есть, как говорит Столешников в своих книгах, он очень, кстати, у него книжечка Танюсенька у Столешникова, но очень здорово, очень подробно описано о голоданиях, о том, как это важно, как это полезно. В общем, если вас заинтересует, можете почитать и углубиться в этом. И вот, как говорит Столешников, сколько дней было голодание, столько дней должно быть, должен быть выход из голода. А что значит выход из голода? Это значит, что мы проходим стадии. Если мы пили только воду, то мы начинаем пить воду, например, с разбавленным соком. Я обычно с лимоном пью, потому что лимонный сок очень сильно очищающий такое действие имеет. Потом можно уже концентрированный сок пить, потом можно уже сам фрукт съесть, ну и постепенно уже переходить на какую-то более такую тяжелую еду. И если это было, например, 7 дней голодания, то 7 дней нужно выходить из голода, получается 14 дней, будет полный цикл. Вот, и если там, например, один день, то получается один день и выход. Один день нужно там попить сначала с утра там разбавленный сок, потом уже концентрированный сок, днем, например, и вечером можно уже покушать фрукты, например, или сырые овощи какие-то. Вот. Это что касается голода и выхода из него, это снова-таки я говорю, это очень так поверхностно, но если вы там больше 3 дней не будете без пищи, то вам точно ничего не грозит, все будет с вами прекрасно, все будет хорошо, вот. Это такое очищение только поможет вашему организму немножко отдохнуть и привести свои органы в естественное состояние. Вот. А теперь хочу дальше поговорить о других лекарствах, не голоде. и именно хочу поговорить о лекарствах современных, медицине и химических препаратах. Вот. Я хочу сразу сказать, что без них тоже сейчас никуда, потому что если мы запускаем свое здоровье, то потом уже, конечно, мантрами и молитвами лечиться не всегда поможет. Помогает, но не всегда. Вот. Поэтому я призываю быть снова сознательными. И, конечно же, например, если мы идем к стоматологу, издеваться над собой и без анестезии лечиться тоже не имеет никакого смысла. Я тоже применяю анестезию, и это нормально. Ну, то есть в какие-то моменты мы прибегаем все к лекарственным аппаратам. Но все-таки давайте разберемся, что это такое. Итак, как также, как говорил снова-таки Гиппократ, болезнь, то, что мы думаем, что болезнь, но в самом деле только кризис очистки организма. То есть наш симптом, если метафорично сказать, это как пожарная сигнализация. Ой, калибри полетело. Красотки. Сейчас стало тепло, и калибри летают больше. Sorry. Итак, значит, болезни, симптомы, которые мы видим, это обычно как пожарная сигнализация. То есть есть какая-то проблема в организме, и включается боль или какие-то там, например, насморк, какие-то еще другие проявления. И вот представьте, если у меня что-то горит, пожар, и включилась пожарная сигнализация. У меня один раз такое было, ну, ничего серьезного, кое-что подожгла бумажкой, и включилась пожарная сигнализация. Был ужасный, неприятный такой звук, громкий. Я, конечно, открыла все двери, окна, чтобы проветрить, и она через некоторое время утихла. Вот. Но представьте, если бы этот пожар был настоящим, и я вместо того, чтобы тушить пожар, или вызывать пожарную команду, начала ломать пожарную систему сигнализации. Вот, да, конечно, этот ужасный звук я бы остановила. Что и происходит, когда мы пьем обезболивающие, например, лекарства. Мы этот ужасный симптом, эту боль останавливаем. Но проблема-то не решается, если организм сигнализирует нам боль, и он хочет нам донести что-то, он хочет что-то сказать со мной, что-то не в порядке. Вот. И с этой проблемой нужно разбираться на разных уровнях. И на физическом, конечно, нужно понять, почему болит, что мой организм хочет сказать. И, конечно же, на психологическом уровне, потому что очень часто достаточно бывает только психологически осознать какую-то проблему, и боль уходит. И у меня такое было. У меня появилась какая-то непонятная боль внутри горла. Это не горло, а вот что-то было такое. И оно меня очень сильно беспокоило. Иногда даже спать не могла. Но так как я к врачам иду только в действительно каких-то критических ситуациях, я вот только благодаря работе с психологом, осознав проблему, полностью излечилась, ну то есть растворилась сама боль. Я просто забыла о том, что она существует. Вот, сейчас просто симптоматично вспомнила об этом. Итак, наша болезнь – это симптом. Он, конечно же, неприятный. Нам очень хочется, конечно, его заглушить. Но желательно все-таки подумать о том, о чем этот симптом нам сигнализирует, и что мы можем для себя сделать. Вот, и к лекарствам нужно, конечно, приходить. Даже слова не могу подобрать, не хочется мне вам такое рекомендовать. Вот, но я просто хочу вас, чтобы вы были ответственны за свою жизнь, и если действительно уже у вас что-то серьезное, нужно обращаться к врачам, конечно. Вот, но я все-таки призываю вас быть так же и осознанными в том, что вы ответственны за свое здоровье. И именно поэтому считается, и сейчас, ну, в таких развитых целевизионных странах считалось, и вот раньше тоже говорилось о том, что медицина не может быть дешевой, иначе люди перестанут брать ответственность за свое здоровье на себя. Вот, поэтому, как бы мы ни злились, когда дорого лечение стоит, в этом есть для нас благоприятный смысл, потому что это дает нам в каком-то смысле задуматься о том, как мы можем не доводить себя до такого критического состояния. А как не доводить себе, питать свое тело живым растительным питанием максимально, потому что, как я уже говорила, я тоже могу разную пищу кушать. Это, конечно же, движение помогает нашему организму очищаться, обновляться тоже. Это же, конечно, вот такие, какие-то легкие разгрузки. Вот, и в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь, это наше позитивное, легкое мышление. Вот, и вот о мышлении я хочу еще кое-что сказать. Я сейчас прохожу тренинг Марисы Пир без компромиссов с собой. И она вроде как говорила те вещи, которые я и раньше практиковала, о том, что нужно себя настраивать, нужно фокусироваться на том, что ты хочешь, а чего ты не хочешь. И тогда в твою жизнь будет приходить именно то, что тебе нужно. Но она как-то это с другого ракурса такого показала мне. И я сейчас практикую такую вещь. У нас часто в жизни есть какие-то действия, которые нам не очень-то приносят удовольствие, и мы начинаем на них раздражаться. И вот мы буквально о себе проговариваем. Мне это раздражает, как мне это надоело, это какой-то ужас. И наше сознание это воспринимает очень серьезно. Все эти наши заявления такого рода, он начинает воспринимать как правду. И тогда мы действительно, когда продолжаем это делать, мы начинаем испытывать еще больше негативных эмоций, еще больше раздражаться, еще больше воспринимать это как какое-то наказание. Ну, я говорю о каких-то таких бытовых вещах, когда мы идем на работу, или когда, вот, например, я тоже разгрузку делала, пару дней не кушала, и вот когда ты ходишь и думаешь, о боже, какая я слабая, мне так плохо, то состояние усугубляется, ухудшается. Но когда мы себя начинаем трансформировать, и мы себе какими заряжающими фразами говорим, мне это нравится, мне это нравится, я получаю от этого удовольствие, я выбираю это делать, я выбираю радоваться этому. Вот эти такие фразы, они очень сильно заряжают, они помогают изменить фокус восприятия происходящего, и ты действительно начинаешь уже по-другому действовать. Вот, и также в жизни очень важно, чтобы мы позитивно мыслили, позитивно это значит, чтобы мы фокусировались, это не то, что я закрываю глаза, я не закрываю глаза, я знаю, что есть и зло, и какие-то несчастья, но я фокусируюсь на сильных своих качествах, я фокусируюсь на хороших качествах людей, я фокусируюсь на том, что я хочу, а не то, что мне не нравится. И когда есть какие-то действия, которые мы должны делать, но нам не очень хочется, мы можем себя смотивировать и говорить, мне это нравится, мне это нравится. И вот просто сам факт, что вы будете это говорить, улыбаться, ваше сознание воспримет как правду, и тогда вы действительно начнете получать удовольствие от каких-то вещей, которые раньше не особенно приносили удовольствие. а когда мы счастливы, мы всегда здоровы, вот, поэтому я желаю вам счастья, здоровья, я вас благодарю за внимание, видео получилось очень длинным, но я верю в то, что я вам дала какое-то интересное направление на размышления, это не руководство к действию, это направление к размышлению, все, что я говорю, вот, если вам понравилось видео, ставьте лайки, мне это очень приятно, подписывайтесь на канал, чтобы получать больше интересного, интересной информации, которая через меня проходит к вам, через призму меня, вот, и до новых встреч!